Всем привет! С вами Наталья Ключникова, и сегодня мы будем говорить о сожалениях. О сожалениях, которые бывают у нас, и у меня тоже, если вам станет немножечко легче, которые портят нашу жизнь из-за того, что мы именно об этом жалеем, когда входим в менопаузу. Сказала немножко путанно, но сейчас разберемся. Значит, смотрите, очень часто мы проигрываем жизнь по сценарию, когда жалеем о том, что мы что-то сделали. Ну, или о том, что мы что-то не сделали, то есть сделали другой выбор. То есть, когда женщина подходит на порог менопаузы, возможно, это, как мы в прошлый раз уже говорили, это 35 лет, возможно, это 40, 45, 50 лет, но это такой, знаете, рубеж в жизни женщины. Как говорят, 40 лет – это кризис среднего возраста. Ну, вот менопауза – это у женщины кризис не просто среднего возраста, это, наверное, кризис идентичности особый. И вот эти вот сожаления, что было бы, если, могут женщину ввести полностью депрессию. Мы еще поговорим, какие бывают признаки депрессии, какие бывают причины депрессии у женщин 40+. Но сожаления – это то, что полностью может испортить не просто настроение, жизнь, но и даже течение климакса. Смотрите, о чем чаще всего женщина жалеет? О том, как правило, что она не успела родить детей. Либо успела родить одного, двух детей, а хотела 3, 4, 5, 6. Будет ли сожаление? Однозначно будет. Будут ли обвинения и самообвинения? Будет зависеть уже от нашего, скажем так, сознания, от нашей психики, от нашего степени невротизма, как мы относимся к себе и относимся к окружающему. Если вы привыкли обвинять саму себя, то, естественно, будет. Особенно мне нравится, когда приходят женщины в тяжелейшем состоянии психологическом, и они говорят, ну я же сама виновата, я приняла осознанное решение родить до 36 лет двоих детей, а вот третьему планировала родить 40-45, или не успела родить ни одного ребенка, потому что делала карьеру, зарабатывала на квартиру, на машину и планирую родить после 40 лет. Вот я обычно задаю в этой ситуации один вопрос. Скажите, пожалуйста, это правда был ваш осознанный выбор? Ну, женщина мне отвечает, ну конечно, это был осознанный выбор. Я говорю, то есть вы приняли решение, исходя из последствий? Она говорит, нет, ну конечно. Я говорю, то есть, когда вам там было 20-25, 30-35, а вы принимали решение по какой-то причине не рожать детей вот прямо сейчас, а родить их позже? У вас была полная информация? Она говорит, да. Я говорю, то есть вам сказали, что у вас климакс наступит в 36 лет. Да, вам рассказал кто-то сверху, ну вот кто-то про будущее ваше рассказал. Ну нет, никто не рассказывал. Ну а у вашей мамы во сколько климакс наступил? Ну у мамы в 50. У вас были предпосылки ждать, что у вас климакс будет там в 35-36 лет? Ну нет, не было. Насколько это было осознанное решение, то есть вы как бы знали, но поступили по-другому. И когда мы начинаем вот такие вот ситуации разбирать, то совершенно уже по-другому мы можем посмотреть на то, что происходит. Ну согласитесь, одно дело, когда вы себя съели за то, что я все знала, надо было думать, надо было знать, а другое дело, когда вы понимаете, что исходя из того состояния, в котором вы были на тот момент, вы приняли наиболее правильное решение. Вот девочки, ну может быть мальчики меня, конечно, смотрят. Я вас очень прошу, да, это как бы основной постулат, который нас избавит от вот этих вот сомнений, да. Когда говорят, вот если бы я родила тогда, моя жизнь сложилась бы по-другому. Вы там уже были? Ну откуда вы знаете, как сложилась бы ваша жизнь? Откуда вы знаете, как прошла бы ваша беременность? Какие были бы у вас роды? Какой бы у вас родился ребенок? Как родился бы он или нет? Да, мы предлагаем какие-то в голове лучшие себе варианты, но очень часто не задумываемся о том, какие эти варианты будут. И это свойство нашей психики. Мы сожалеем, нас воспитывают быть виноватыми. Чувство вины это вообще как бы характерно для нас всех. Почему? Потому что, ну вот так воспитали в садике, в школе родители. Вот такая у нас была манера воспитания во многих других культурах, я такого не видела. Но у нас в культуре это как бы сама во всем виновата. Да, я иногда предлагаю сделать тест, я как-нибудь запишу видео вообще на целый этот тест. И там будет подробненько рассказано, как, откуда ты сама во всем виновата. Итак, больше всего о чем сожалеют? О том, что не родила детей. С этим мы уже разобрались. О том, что не вышла замуж. Ну, скажите, пожалуйста, а вот вы такая, когда знакомитесь с мужчином, вы, он, ну, как он узнает, что у вас уже именно пауза, или его этот вопрос очень интересует или не интересует. Вот вы такие, знаете, я такая подхожу, там, ну, здравствуйте, меня зовут Наташа, я алкоголик, да, ну, это то же самое, я подхожу, такая, ой, здравствуйте, мужчина, меня зовут Наташа, мне 36 лет, и вот у меня менопауза 4 месяца. Если вы там планируете завести со мной детей, то у вас уже не получится. Ну, у нас же не так в жизни происходит, да, то есть как бы, ну, очень часто люди взрослые, когда вступают в брак, они уже не планируют иметь детей, либо у них есть дети от предыдущего брака, поэтому, как бы, я не выйду замуж, ну, слушайте, вы выйдете замуж, если вам это надо будет, и в 50, и в 60, и в 70, и в 80, и в 90, и в 100. Но возраст любви не помеха, поэтому не приклеивайте, что если у меня менопауза, значит, я уже не женщина, значит, мне уже какие-то, это просто этап жизни, да, который обозначает нашу репродуктивную способность. Да, безусловно, он запускает каскад осложнений, которые возникают в жизни организме женщины за счет снижения уровня эстрогенов, но мы опять-таки эти вопросы все можем порешать с помощью заместительной гормональной терапии. Об этом тоже у меня есть и определенное видео, и будем говорить отдельно, но сегодня мы говорим несколько о другом, мы говорим о сожалениях, да. О чем сожалеют? О том, что я посвятила свою жизнь семье, вырастила детей, теперь муж занимается своими делами, у него какой-то бизнес, дети выросли, улетели из гнезда, да, то есть вот этот симптом отпустевшего гнезда, он вообще очень сложно переживается родителями, которые вложили свою жизнь в детей, у которых, вот опять-таки, если мы возьмем функции я, да, вот у нас у всех есть какие-то, и если у женщины я мать составляет 90%, то, конечно же, если дети выросли и улетели, то для нее это прям вообще будет невыносимо, поэтому здесь мы будем работать просто не с тем, что у меня менопауза, а менопауза, это, знаете, как, ну, такой дополнительный момент, а работать мы будем с тем, что у женщины произошла проблема, связанная с потерей смысла жизни, а менопауза, это просто этап жизни, да, потом что возникает чаще всего? Я не успела сбросить вес, и поэтому у меня такие-то осложнения, или у меня там метаболический синдром. Ну, прекрасно, приходите ко мне, давайте мы с вами будем разбираться, что произошло, от чего вас этот лишний вес защищает, если у вас метаболический синдром, или этот лишний вес только у вас в голове, или просто изменившиеся пропорции тела, не такие, как у вас в 18 и в 25, делают в ваших глазах вас некрасиво, это же абсолютно разные вещи, и тогда мы тоже можем с этим разобраться, и опять-таки спасибо, когда мы можем уделить внимание себе, да, или здравствуйте, я сожалею о том, что я не вовремя делала там скрининг на рак молочной железы или на что-то еще, теперь у меня что-то обнаружили, да, тоже прошлое видео я об этом записывала, что, конечно же, нужна профилактика, конечно же, нужны постоянные чекапы, но, да, ну вот такое произошло, ну мы же можем опять-таки, конечно же, пожалеть, конечно же, себя пожалеть, конечно же, понять, что это как бы определенное горе произошло, но мы можем попросить поддержки, а не начать себя подгрызать, это абсолютно разные вещи, да, не сделала карьеру, не открыла бизнес, не заработала миллион долларов, это вот все нюансы, которые у женщины в голове очень часто, именно вот в менопаузах, да, это такой вот как бы как, ну не знаю, рубеж, черта, как хотите называйте, вот почему-то она так выглядит, и женщины так к этому относятся, как бы это абсолютная неправда, и это просто тогда, когда у вас менопауза закончились месячные, два года после наступления менопаузы вы еще можете забеременеть, поэтому мы рекомендуем гинекологи предохраняться, да, ну то есть это просто этап в жизни, да, очень стигматизированный в сегодняшнем обществе, очень, мы позиционируемся, что нужно оставаться всегда молодыми, красивыми 16-летними, желательно строими детьми, миллионов долларов, прекрасными хозяйками, 60 килограмм, 90-60-90 по параметрам, без единой морщинки, это я уже поняла, да, я как бы тоже хочу, но, да, но, есть сегодняшнее но, есть сегодняшние реалии, поэтому я предлагаю во многих моментах разбираться одновременно и как гинеколог, и как эндокринолог, и как психотерапевт, я не диетолог, я не нутрициолог, это такое, знаете, на уровне хобби, если я вижу какие-то проблемы, я, конечно же, отправляю более узким специалистам, вот, поэтому давайте, девочки, мы с вами, вот прямо сейчас, в качестве домашнего задания, возьмем ручку, бумажечку и напишем, или в заметочках в телефоне, как вам хочется, я, там, мне сейчас, там, 35, 45, 55, 65, не имеет значения, я сожалею о том, что, и выпишите, а вот завтра утречка, мы еще раз откроете этот тест, и там, где вы написали, я сожалею о том, что, вы напишите, потому что, если бы я сделала тогда-то, тогда-то, то-то, то-то, все пошло бы не так, и сразу же напишите себе честный ответ, вы точно знаете, как бы оно пошло по-другому, если бы вы по-другому поступили, ну, скорее всего, это были бы, во-первых, не вы, а во-вторых, что-то бы было не так, поэтому, я думаю, этот несложный тест вам поможет прийти вот в такую точку осознанности, да, с которой мы можем стартовать и идти куда-то дальше, так, ваша задача, да, написать, о чем вы сожалеете, очень часто этот поток мыслей, месс, в голове надо немножечко успокоить, и тогда наша жизнь станет намного-намного легче. С вами была Наталья Ключникова, врач-кушер-гинеколог и психотерапевт, хотя, наверное, сейчас психотерапевт на первом месте. Записывайтесь ко мне в директ инстаграм, если вы хотите попасть ко мне на консультацию, обязательно поставьте мне лайк и подписывайтесь на этот канал в ютубе, я была рада вас здесь видеть, всем пока!